Реальный спорт Ульяновск Реальный спорт Ульяновск Футбол, хоккей Такая большая, обширная Спортивная биография И это помогло Вам разбираться во всех видах спорта В том числе футбол, баскетбол, волейбол Да, я недавно Был вот дома В Мичуринске На чердаке нашел чемодан В котором лежал блокноты В которых я писал свои первые репортажи С телевизионных репортажей Хоккей с шайбой Я болел за Спартак Брат болел за ЦСКА Но вот эти блокноты сохранились, я фиксировал, как забили голы, ну, типа репортажи, которые впоследствии я уже писал в профессиональных газетах. Бадминтон любите? Бадминтон люблю, играл, но в основном на отдыхе. А я не случайно заговорил о бадминтоне, потому что этот вид спорта называют самым стремительным. И именно так стремительно врывается он в нашу программу. В предстоящем летом ульянский бадминтон получит пять современных кортов из Саратова для проведения турнира в рамках Всероссийского универсиады. Не исключено, что после состязаний корты останутся в регионе своеобразным наследием крупных стартов. Я думаю, что это покрытие сыграет большую роль именно в развитии, может быть, не детского бадминтона, а вот именно вот тех спортсменов, которые сейчас находятся на хорошем уровне. Будет больше соревнований, естественно, будет больше приток желающих заниматься бадминтоном, а раз будет больше заниматься бадминтоном, повысить, наверное, думаю, мастерство наших спортсменов. Пока же бадминтонные соревнования Ульяновск принимает на баскетбольном паркете спорткомплекса «Орион» Перенство Приворского федерального округа, отборочный этап спартакиада учащихся России. Школьники восьми регионов бьются за путевки в финал под бдительным присмотром представителей тренерского штаба сборной России. Пермский край, очень сильные ребята. Башкортостан, Мезенцева, Галина, которая на Перенстве Европы была в призерах. Много хороших спортсменов, но кому-то сегодня повезло, кому-то не повезло. Игорь Назаров, воспитавший участников Олимпийских игр, привез в Ульяновск сборную Татарстана. Его команда, конечно, доминирует во всех разрядах, хотя сам наставник и не всегда доволен игрой своих подопечных. Вот, посмотрите, чтобы их обыгрывать, надо играть просто. Ты все мягко играй. Ты подали подачу, ты еле-еле укорачиваешь. А если будете вот так вот возить, разводить какие-то мягкие удары, для того вы будете. При этом хозяевам соревнований ульянцев пока рано мечтать о медалях. Лучший результат Перенстве ПФО показала 15-летняя Анна Антипова, подопечная тренера Сергея Салина. В одиночном разряде она дошла до четвертьфинала. До этого турнира я почерпнула то, что мне нужно больше работать над собой, заниматься физическими нагрузками и так далее. Больше всего мне запомнилась игра с чемпионкой Европы. Хоть я не очень хорошо в сравнении с ней играю, но я даже забивала. Тем не менее, сборная Ульяновской области в командном зачете заняла шестое место, опередив в итоговой таблице представителей Чувашии и Удмуртии. А первое место с огромным отрывом у гостей из Татарстана под руководством Игоря Назарова. Владимир Александрович, а как проводите досуг? Может быть, в лес по грибы? Да, бывает. Иногда бывает. Хожу, тихо охотой занимаюсь. Правда, не очень активно. Тому есть причина, которую студентских лет не буду раскрывать. Но, короче, отравились мы. Не умели распознать грибы. А вот есть такой вид отдыха – рыбалка. Как вы считаете, это все-таки отдых или спорт? Ну, я считаю, что это один из видов спорта. Потому что, как и любой вид спорта, там должна быть очень серьезная подготовка. Вот и наша съемочная группа решила выяснить, что же это за такой вид спорта – рыболовный. Это только любители зачастую ходят удить рыбу с одной удочкой и одной банкой червей. У профессионального рыбака снастей куда больше. В том числе и поэтому рыболовный спорт – это вам не просто посидеть на берегу. Платформа, это на чем я сижу, весит 16 килограмм. Плюс остальной обвес, я думаю, килограмм 50. Без физической подготовки никак. Александр Ноздрюхин – спортсмен рыболов из Тамбова. Приехал посоревноваться с ульяновскими коллегами в ловле рыбы донной удочкой. Любители рыбалки такие снасти называют английским словом «фидер». Их конструкция такова, что вместе с крючком и наживкой к месту лова рыбы можно доставлять еще и прикорм. То есть, если выбрать дистанцию во время ловли, практически на ней всегда и ловят, чтобы корм попадал в одну точку, рыба скапливалась. Если на удаеме много рыбы, то она приходит сразу. А если нет, в течение, я думаю, часа. 22 участника собрал открытый кубок Ульяновской области в Юрманском заливе. Конкуренцию хозяевам составили не только тамбовчане, но еще и гости из Самары и Сызрани. Во второй день соревнований клевой была только погода. А вот клева практически не было. С утра было совсем печально. Сейчас уже чуть поинтереснее проклевывать плотва. Среди участников единственная женщина Оксана Шиш из Тамбова. Рыбалкой увлеклась пять лет назад. Говорит, это азартно, как и любой другой вид спорта. Коллеги-мужчины частенько делятся с ней секретами рыболовного мастерства. Но во время соревнований спуску не дают. Они мне не поддаются. Рыбаки пока вне зоны, а внутри зоны уже все соперники. Здесь, наоборот, стараются как-то хранить секреты, особо их не распространять. В отличие от своей землячки Оксаны Шиш, тамбовчанин Александр Ноздрюхин сумел добраться до бронзовых наград открытого Кубка Ульяновской области. В личном зачете он уступил только Ульяновсу Алексею Владимирцеву и Александру Зунузину из Самары. В командном зачете победила ульянская дружина Алвега. И, кстати, во время соревнований фауна Юрманского залива не пострадала вовсе. Согласно правилам, вся рыба, пойманная участниками, после процедуры взвешивания отправилась обратно в Волгу. Вы как-то сказали, спорт – это для избранных, а физкультура – для всех. Не поменяли свое мнение? Надо понимать, какой спорт. Если спорт высших достижений, то это для избранных. Если это общедоступный спорт, в который я играю в свои годы, там, футбол, там, волейбол, так сказать, то это как бы для физкультуры. Ульянск всегда ассоциировался с хоккеем, с мячом. А сейчас появились энтузиасты, которые поднимают хоккей с шайбой. Как думаете, они смогут обогнать мячовую Волгу? Ну, обогнать вряд ли, но за стремление я очень поблагодарил бы этих людей, потому что мое детство и мой путь в спортивную журналистику начинался с шайбы. Ну что ж, а пока ульянские шайбисты делают первые шаги на пути к большим победам. Как у них это получается, давайте посмотрим. Юные воспитанники ульянской школы хоккея «Лидер» намерены выйти на новый уровень. Предстоящей осенью они впервые сыграют первенство России, дабы проверить свои силы на фоне лучших команд из соседних регионов и организовая турнир в честь 77-летия победы в Великой Отечественной войне. И это такая генеральная проверка перед следующим сезоном. И, в общем-то, неплохо получается. Где-то выиграем, где-то проиграем. Но я могу сказать, что хоккей очень достойный сейчас происходит, потому что разница одна-две шайбы – это хороший уровень хоккея. Шесть команд борются за победу. Среди них казанская смена под руководством тренера Евгения Сметанина. Его родной брат Александр Сметанин вот уже несколько месяцев работает тренером в Ульяновске. Поэтому игра хозяев льда Дворца спорта «Лидер» с казанцами особенная. Но принципиальная была игра, да. Мы хотели каждый выиграть. Но и та команда сильная, и наша команда, конечно, не слабая. Смена в упорной борьбе выиграла у лидера со счетом 8-6. Непоследнюю роль в победе сыграла защитник казанской команды – Саида Ахмедвалеева. Единственная девушка, которая отважилась сыграть в турнире среди юношей. По итогам соревнований именно ей достался приз лучшего игрока оборонительного плана. Соперники бывают и быстрые, и бывают, которые более руками работают. С ними тоже не очень просто играть. В принципе, не страшно, потому что есть команда, которая за меня может заступиться. Они могут ответить за меня. Так что не страшно. А вот лучшим бомбардиром турнира с 10 шайбами стал нападающий клуба «Биектау» из села Высокая Гората Тавстана Карин Норуддинов. Не случайно его команда и выиграла турнир. Ульяновский лидер на достойном пятом месте, а его нападающий Лев Абрамов получил приз самого быстрого игрока. Серебро соревнований отправилось в музей Тольятинской лады, бронза – в Пензу, в копилку дизеля. Ну что ж, хочется верить, что эти ребята станут серьезными спортсменами и прославят наш регион. Владимир Александрович, а как Вы считаете, у каких видов спорта в ближайшее время есть реальная возможность прославить нашу Ульяновскую область? Ну, без сомнений, это легкая атлетика. Я думаю, что возродятся славные традиции греко-римской борьбы и не только греко-римской борьбы вообще. Дворец спорта Татьяна Арена построен, ждем прорыва от художественной гимнастики. Ну, я думаю, что и хоккей с мячом-то нас все-таки порадует. Несомненно, любовь к спорту закладывается в раннем возрасте. И хорошо, что многие родители это понимают. В Ульяновске недавно подводили итоги регионального этапа конкурса «Семья года». И в одной из знаменаций неожиданно победила спортивная династия. У 12-летнего демитроградца Ратмира Тарасова каждый день расписан по минутам. В школе он отличник, а дома старательный помощник родителям. Покормить и напоить кроликов, а также почистить загонию кучерявых барашков – это его прямая обязанность. А после бегом на тренировку. Ратмир уже 8 лет занимается дзюдо. У меня дедушка – мастер спорта СССР, отец – чемпион мира Европы по боевому самбо. Ну и я решил тоже спорт, мое тоже призвание. Отец Ратмира – гордость демитроградского дзюдо и самбо. Спортивных наград в его копилке не сосчитать. Под них в доме отвели целую стену славы. Вот это у меня самая первая медаль, когда я еще боролся в 32 килограмма. Это у нас в Димитровграде. Эти вот с чемпионата и первенств России, это с чемпионата мира, это с чемпионата Европы по боевому самбо. Самое тяжелое, я думал, что это бронза на чемпионате России по спортивному самбо. И все же самая большая победа, признается Сан Дмитрий, это его крепкая семья – супруга Роза и сыновья, старший Ратмир и младший – первоклассник Мирон. Большую часть времени, конечно, проводят в спортивном зале. В местной спортивной школе Дмитрий – тренер, под руководством которого занимаются и сыновья. Как и любой тренер мечтает, чтобы его воспитанник превзошел учителя, так и я хочу, чтобы мои воспитанники или мои сыновья превзошли своего учителя. По сравнению с другими тренерами, он не такой жесткий. Он может пошутить над нами, какую-нибудь фразу сказать смешную, но любит, когда соблюдает дисциплину. В семье Тарасовых только мама Роза не занимается профессиональным спортом, поскольку на ее плечах домашние заботы. Эх, знали бы вы, какими вкусами получаются у нее свиные ребрышки – фирменные блюда семьи Тарасовых. Однако в физкультуре Роза разбирается не хуже супруга. Недавно к экономическому и юридическому высшему образованию она получила еще и физкультурное. Мне физкультура далась легче. Я как раз писала там проекты во время учебы от дзюдо. Все, я как бы уже более 10 лет, я вот это все как бы пропитана, можно сказать, этим. И мне было легко. Впрочем, не только на татаме уже прославилась семья Тарасовых. Недавно их квартет выиграл губернаторский конкурс «Семья года» в номинации «Семья-хранитель традиций». Разумеется, красной линией в презентации «Дентроградцах» прочерчены спортивные традиции. Причем в стихах собственного сочинения и, конечно, семейный девиз Тарасовых. Хорошим человеком станет тот, кто времени не тратит зря. Уверенно идет вперед, победы, жаждая, горя. Теперь «Дентроградцам» представлять наш регион на всероссийской арене. Они вошли в финал конкурса «Семья года». Его итоги будут подведены в июле. Ну что ж, а время нашей передачи подошло к концу. Сегодня с нами был реальный гуру спортивной журналистики Ульяновска Владимир Александрович Лучников. А с вами был реальный спорт Ульяновск. Увидимся через две недели в начале июня. До свидания. До свидания.